С нами на связи Анастасия Волкова, наша корреспондентка, она находится в Донецкой области. Прямо сейчас расскажет, что происходит на Краматорском направлении, Краматорском районе. Анастасия, если можно говорить в информационном пространстве, скажите, пожалуйста, где сейчас находитесь. Если же нет, ограничимся только Краматорским районом. И вам слово хочется услышать об оперативных новостях. Пожалуйста. Добрый вечер, Анна, Олег и все наши зрители. Мы сейчас находимся в населенном пункте Славянск Донецкой области. Находимся на Донбассе в Донецкой области уже больше двух недель. За эти дни смогли побывать в разных населенных пунктах. Хочу отметить изначально, что самое горячее сейчас направление – это Авдеевское, это Бахмутское направление. Очень горячо сейчас в Бахмуте. Мы буквально несколько дней назад смогли попасть туда, в этот населенный пункт. И там буквально все горит. Мы стали свидетелями того, как сгорело здание колледжа в Бахмуте. И вот такие вот обстрелы, именно инфраструктуры города – это не поодиночные. Там постоянно что-то горит. И несмотря на такие постоянные обстрелы именно мирных территорий в населенном пункте, люди идут за гуманитарной помощью, люди ее получают, привозят волонтеры туда продукты, привозят лекарства. До сих пор остаются там некоторые магазины работать. Но мы понимаем, что цены на продукты там гораздо выше, чем в более мирных регионах Украины. Да и у людей там нет денег, потому что все производство там стало. Я знаю о том, что глава Донецкой области Павел Переленко готовится к отопительной сезону очень активно. И я знаю о том, что обеспечивают сейчас города буржуйками, обеспечивают дровами, углем и электрообогревателями, чтобы как-то перезимовать эту зиму. И знаю о том, что буквально сегодня в деоккупированном Лимане и в близлежащих населенных пунктах смогли восстановить электроэнергию не во всех городах, но именно точечно, на важных объектах, которые мы не можем разносить, восстановили электрособжение. И некоторые точки все-таки запитать удалось. И работу над восстановлением электрособжения будут продолжать и дальше. Для того, чтобы люди смогли как-то обогреваться с помощью электрообогревателей в тех же многоквартирных домах. И знаю о том, что сейчас идет речь о том, чтобы в 15 громадах в Донецкой области осуществить подачу газа, для того, чтобы люди смогли отапливать свои помещения. И еще месяц назад о том, чтобы подать газ в Донецкую область речи не шло. Сегодня уже есть позитивные сдвиги. Мы знаем о том, что в Бахмуте сегодня два человека получили ранение. Один человек первомайский получил ранение. В Бахмуте четыре многоквартирных дома пострадало, четыре частных дома и одно административное здание. Нам удалось побывать сегодня в населенных пунктах Дробышева и Шандрыголова. Это два населенных пункта за Лиманом, которые были деоккупированы в начале октября. И именно с этих населенных пунктов начиналось наступление на Лиман. Сегодня эти села разбиты очень сильно. Там пытаются восстановить что-то, хотя бы, чтобы люди перезимовали. Но это очень трудно, потому что все коммуникации очень сильно разбиты. И мы побывали в населенных пунктах. И хочу сказать, что практически все дома разбиты. До полномасштабного вторжения Российской Федерации там проживало около тысячи человек. Сегодня это не больше сотни. И туда уже возразилась украинская власть. Все приезжает Укрпочтовое мобильное отделение, раздает людям пенсии, раздает людям социальные выплаты. Это по 1200 гривен на каждого человека. Это решение государства о том, что после деоккупации каждый человек в деоккупированных населенных пунктах может получить такую помощь. Но люди говорят, что помощь получают, но потратить ее негде, потому что пока еще в Шандрыголова не восстановили ни аптеки, ни магазина. Люди пытаются как-то там выжить на том, что смогли вырастить, но продукты получить некогда. И люди надеются там очень сильно на волонтеров, что в зиме туда привезут дрова и продукты. Спасибо.